Февраль близится к концу, и мы уже можем слышать звонко щебетания птиц, которые не только радуют слух, но и напоминают о том, что природа пробуждается от зимнего сна. Возвращение птиц зимовок в теплых местах – это удивительный процесс, который демонстрирует невероятные способности этих созданий и их приспособляемость к изменениям окружающей среды. На пути к местам гнездования многие виды птиц мигрируют через моря, преодолевая долгий путь, наполненный различными трудностями и опасностями. Для перелетных птиц весна, естественно, это очень ответственный период, потому что перелет птиц сопряжен с большими опасностями, с большим количеством рисков, потому как птицы, перелетая с мест, где они зимовали, это не обязательно юг, но это места, где более мягкий климат, соответственно, перелетая на большие расстояния. Их, естественно, могут настигать различные опасности, и поэтому перелет, он всегда сопряжен и с большим количеством гибелью погибающих птиц, и это, конечно, очень печально. Но, тем не менее, стремление попасть к себе в родные края, оно берет вверх, и поэтому птицы неизбежно постепенно стремятся попасть именно на те участки, где они, в общем-то, в прошлом году сами вывелись из яиц и вывелись и полетели. В каждом уголке планеты можно встретить большое множество птиц. В зависимости от вида у них отличаются не только внешние признаки окрас, но и пути возвращения обратно на север. Одни проделывают меньшее расстояние и останавливаются на промежуточных пунктах, чтобы отдохнуть и пополнить запасы энергии. Другие готовы лететь без остановок над океаном. Также у птиц отличаются модели поведения, но есть и сходства. В весеннюю пору у большинства происходят одинаковые изменения и совпадают цели. Например, построить гнезда, оставить потомство и защитить его от других животных, которые также пробуждаются и оживляются в это время года. В настоящее время достаточно хорошо изучены механизмы, которые помогают птицам ориентироваться в пространстве. И поэтому, в первую очередь, конечно, это прекрасная память, скажем так, зрительная память у птиц. Плюс к этому, конечно, у птиц существует в первую очередь, конечно, это внутренний магнит. Дело в том, что мы с вами понятие магнит понимаем как некая стрелочка, которая, скажем так, при соответствующих, так сказать, условиях показывает нас север-юг и так далее, связана с магнитополем Земли. Вот примерно то же самое есть и у птиц, но этот механизм заложен в виде очень тонкого, скажем так, воспринимающего органа внутри мозга у птиц. И, конечно, многие птицы, это тоже известный факт, ориентируются еще и на звезды. Весно не только возвращаются птицы, оживает природа и улучшается погода, но и повышается настроение людей. Удлинение светового дня и потепление вызывают в организме физиологические изменения. Повышается уровень серотонина, улучшается самочувствие, меняется восприятие цветов. Многие отмечают улучшение настроения, прилив энергии и увеличение мотивации. Но бывает и противоположный эффект – обострение хронических заболеваний, а в связи с аномальными осадками и затопление улиц города. В любом случае, изменения – это как минимум интересно. Резидак Каримова, Александр Антонов, Универ Новости.